Бутер-брута Как мы говорили в прошлую пятницу и теперь повторим, сейчас от МЧС стартовала акция, которая призвана не оставлять детей одних, чтобы предупредить вот это вот различные неприятные случаи с детьми. И напомнить родителям о том, что нужно соблюдать все-таки меры. Если ребенок в вашей семье появился, срочно нужно изучить меры, чтобы вот ребенка от различных чрезвычайных ситуаций обезопасить. И вот в честь этой акции, благодаря Радио Минск и, конечно, МЧС, у кого-то из наших слушателей, конечно, познания должны быть в этой области у них, у кого-то из наших слушателей появится возможность получить подарки от Министерства чрезвычайных ситуаций. Там такие подарки на все случаи жизни. Фонарик вдруг пригодится, ручка красивая, брендированная кружка и, главное, сумка, в которую можно положить что угодно. И кружку, и ручку. Да, а можно еще что-нибудь более интересное. В общем, если хотите стать обладателем этих подарков, то участвуйте вот в нашей викторине. Сейчас будет вопрос задан. Ну, мы подумали, что сегодня пятница, поэтому слишком мудрить с вопросом не стали. И вопрос будет задан о городе Минске. Так что, если хорошо разбираетесь в истории, географии и достопримечательностях, вот вам тут и карты в руки. Ну, а человек, который первым правильно ответит на вопрос, мы ему перезваниваем, через несколько минут задаем вопрос дополнительный, который будет касаться как раз-таки детской безопасности. И три варианта ответов предлагаем на выбор. Если выбирается правильный ответ, если уверены в нем, то считайте, что подарки от МЧС ваши. Ну, и, конечно, хвала вам за то, что вы все-таки прочитали какие-то правила и знаете о детской безопасности уже немало. Итак, берите в руки телефоны, набирается там номер 9-2-4-0, мы принимаем ответы по СМС и переносимся мысленно в Михайловский сквер. Вспоминаем, что там есть несколько скульптур, одна из скульптур прикуривающей стоит, другая еще женщина такая приятная сидит на скамеечке, и есть скульптура девочки там тоже. Так вот вопрос, что же эта девочка держит в руках, которая стоит в Михайловском сквере, а? Отвечайте, пожалуйста, на номер 9-2-4-0, и первый, кто правильно ответит, тот и получит звонок. Сначала звонок, а потом возможность получить подарки от МЧС. Итак, еще раз вопрос, что находится в руках у скульптуры девочки в Михайловском сквере? Так, напоминаем, что сейчас в Минске проходит профилактическая акция, которая называется «Не оставляйте детей одних». Целью этой акции является снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей. Ну и приурочено это все к Международному дню семьи, который сегодня, и Дню защиты детей. Так вот, есть у нас подарки от МЧС, брендированная сумка, кружка, ручка и фонарик, полезные, знаете ли, в хозяйстве вещи. И вот один из наших слушателей, который сейчас с нами пообщается в прямом эфире, эти самые подарки и может заполучить в свое пользование. Слушателем нашего зовут Александр. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр, мы задавали вопрос вот недавно, что же держит скульптура девочки в руках в Михайловском сквере? Зонтик, причем такой, ну, то есть, с перечками. Бесполезный зонтик. Не очень защищает он от дождя, правда? Да, да, да. Но вы абсолютно правы, хотя, знаете, вот тут варианты были, тут и голубя вспомнили, и скакалку, и сову, да. Ну, достаточно было просто вспомнить название скульптуры, девочка под зонтиком или зонтиком, так как она называется. Александр, скажите, у вас есть дети? Да, есть. Как с безопасностью детской вы следите? Да, вроде стараемся. А сколько лет детям? Сыну Никита 9 лет. Ага, сын Никита. Буквально вот скоро день рождения будет. Ага, ну вот, может быть, вот эти подарки, там, кстати, очень хороший фонарик, я знаю, что дети, особенно в 9-летнем возрасте, вот в мое время за фонарик, конечно, хорошие, могли и хорошие поступки совершать. Мне лет 7 подарили фонарик, я так радовался прямо вообще. Да, тут еще от МЧС. Александр, у нас дополнительный вопрос, связанный с безопасностью детской, и три варианта ответов. Если выберете правильный, то подарки от МЧС ваши. Готовы? Да, мы постараемся. Итак, вопрос заключается в следующем. Как уберечь ребенка от получения ожога от батареи и отопления, нагревательных приборов и плит? Три варианта ответов есть. Зачитывать? Или, может, сходу знаете? Как уберечь? Ребенка от получения ожогов от батареи и отопления, нагревательных приборов и... Давайте, давайте, варианты. Давайте, варианты. Итак, нужно во время использования укрывать эти приборы влажными полотенцами, нужно устанавливать на них защитные экраны или использовать, исключить эти предметы из использования до достижения ребенком 14-летнего возраста. Может быть, защитные экраны? Ну, абсолютно верно. Что ж так не уверенно? Конечно, защитный экран нужно устанавливать. Александр, мы вас поздравляем. Вам достаются подарки от МЧС. Оставайтесь на линии, расскажем, как их забрать.